Девушки отдыхают Тебя в школу выгоняли минимум раз в восемь месяц Ну почему ты врёшься? Ну почему я врубила? Ну ты вспомни, когда ты на первом этаже разбыл стекло в седьмом классе Это же не я виноват, ты же знаешь Ну а кто? У нас, короче, учился Володя Давыдов Моей головой он разбил стекло Да-да-да, бедный Володя Давыдов А потом он сказал, что это я сделал А меня выгнали, потому что я его не знал, потому что я хороший человек Да ты очень хороший, а как ты директора, блин, из огнетушителя? Слушай, ну что ты меня позоришь-то? Это было совершенно случайно, ей-богу Колян у нас учился, Колян Он всё время жаловался, что огнетушители работают плохо Ну что работают плохо, что они старые, что если в случае чего школа загорится, то они не помогут Я решил доказать, что они хорошо работают Оторвал, взял огнетушитель, потянул чеку А в этот момент как раз выходит директор из-за угла Я от испуга эту штуку дёрнул, ну и всё И облил его Так вот просто облил Я же не специально Да-да, не специально А то, а ты сейчас чем занимаешься? Весь первый этаж в Пеннивел В Москве же был, работаю там на фирме, оборудование настраиваю Насовсем вернулись? Да нет, не насовсем В командировку Аминечка Правда? Правда И какому это предприятию понадобился такой крупный специалист? Да машиностроительному, а чё? Вот как Угу Надолго приехали? Слушай, я себя чувствую, как будто я на допросе на каком-то А ты правильно чувствуешь Игорь, он работает в органах Легенда сыска Так вот она что Не, я на месяц приехал Антон, а вам нравится ваша работа? Да, расскажи нам Конечно нравится Настраивать что-то Это все равно, что на пианино играть Как пианист А ситуации бывают разные Вот, например, контрафактную водку нужно куда-то девать И я придумал такую штуку Ее же надо вылить оттуда, достать, пробку открутить Человек же не будет, ну, рабочий это делать Это же много, большие масштабы Я придумал такую ленту, которая в обратном порядке работала Короче, ставили бутылку Она ехала Потом автомат ее раскручивал А потом такое огромное колесо стояло Туда водка заезжала И наверх поднималась в обратную сторону Понимаешь, да? Она поднималась кверху донышком И все, буль-буль-буль Буль-буль-буль Просто варварство какое-то Варварство Да это ужас просто Я потом рабочего спрашиваю Когда мы уже ленту пустили эту Я говорю, у тебя сердце-то не болит, когда ты смотришь Что водка при тебе на твоих глазах выливается А он на меня посмотрел так вот, буквально со стызами на глаза И говорит Человек, говорит, ко всему привыкает Ладно, давайте выпьем Давайте Давайте За встречу Ура! За знакомство Твенадцать лет все-таки Ну что, со знакомством? Как говорится, ну, быть добру Игорь, я не дотягиваюсь Не дотягиваюсь Ого, классные часы А кто сейчас директора машиностроительного? Слушай Черт Дедушкины часы из-за тебя сломал Ты что до меня докопался, а? Ты на журнал хочу все знать Подпишись, до него докапывайся А до меня не надо, понял? Серьезно? Серьезно Травку ешь Ты паранойк? Антон Антон Да подожди ты Слышишь? Ты ведешь себя, как идиот Никогда со мной в таком турне не разговаривай, ясно? Что с тобой? Ничего, прости Ты меня напугал Напугал, как тогда, когда всю школу по карнизу обошел, как лунатик Я же это наспоро сделал, добровольно, осознанно Ну конечно, да, такие вещи не делают в сознании Дурочка ты, я же из тебя это сделал Думал, посмотришь, увидишь, какой я смелый, влюбишься в меня Я же помню, какими глазами ты на меня смотрела Ага, ну прям, я смотрела на тебя и думала, вот сейчас точно упадет с третьего этажа Ты на меня смотрела влюбленными глазами Не льсти себе Ах так? Антон Антон, ты с ума сошел? Антон, ты что делаешь? Антон, Антон, не сходи с ума Ты что делаешь? Да слезь ты оттуда Антон, слезь оттуда Я сказала, слезь оттуда немедленно Что ты думала? Антон Ну говори, что думала Ничего не думала Ну? Слезь с ними Не слезу, что ты думала? Что ты думала? Ты что, оглох? Что ты думала, руки устали? А я тебе говорю, слезь оттуда Что ты думала? Я думала, что ты самый смелый Не то Не то? Хорошо Я думала, что ты ничего не боишься Не то Что мне все завидуют Довольно Не то Да что, я люблю тебя Правильно Ты меня спрашиваешь Почему я сразу к вам не пришел Когда в город приехал Я тебе скажу Я двенадцать лет ждал этой встречи Я просто очень боялся, что я был Живым напоминанием того, что с тобой случилось Я жива, благодаря тебе Я жива, благодаря тебе Так они давно знакомы? Антон с Верой учились в одном классе Но он из неблагополучной семьи И иногда неадекватной Резкий Да, я заметила Он мне всегда не нравился Но Вера Это ее первая школьная любовь А потом Произошло то Что изменило всю нашу жизнь Что? Не важно Ну, не важно, так не важно Тем более, что мы уже пришли Спасибо Спасибо за хороший день Спокойной ночи Спасибо И вам доброй ночи Проходи, Джейси Подождите Это так странно Еще пару часов назад Я Я учила вашу дочь Быть Быть смелой Свечи, луна, звезды А сейчас сама Боюсь пригласить вас На чай Я уехал так и не дождался Оказавшая с тебя У вас с ним отношения Он моя первая любовь Не обижайся Я понимаю Первые чувства Это прекрасно Но Товарищ генерал Сказал, что вы Не виделись в 12 лет А товарищ генерал Не уточнил? Случайно По какой причине Мы не виделись в 12 лет Нет Тогда какие могут быть к нему претензии Шведов Моя интуиция Меня редко подводит Он не тот За кого себя выдает Знаешь, какое у меня ощущение Шведов Что он самый лучший человек На свете Потому что Когда один урод Узверевший от мести К моему отцу Практически у меня на глазах Зарезал мою мать И принялся за меня Антон, не задумавшись Бросился меня спасать Угодил ты, угодил, папочка Ты не судила строго, дочь Вечно ты его оправдываешь Вот почему он нас не забрал У него там какой-то турдом На работе случился У нашего папы Хронический турдом Это точно, детка Твой папа Шо совсем них потерял Таким кралям позволяет Ходить ночью Да, Дня? Вера, беги Беги, я сказал! Беги, я сказал Поехали! Помогите! Помогите! Поехали! Он ударил моего насильника камнем по голове и убил. Угодил в колонию для несовершеннолетних. Просидел там год. Ни за что. Пока мой отец не вытащил его оттуда. А потом мой папа отправил его и его семью подальше. С глаз долой, сердце вон. Еще вопросы шведов? Вера. Вера, послушай меня. Вера. Вера. Верно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Здравствуй, Вера. Я ждал тебя в отделении Твоя настырность начинает меня раздражать Закрой рот и почитай. Смотри. Ты знал об этом вчера? Если бы знал, то арестовал бы его. Ориентировка пришла сегодня. Я надеюсь, ты больше не будешь с ним иметь никаких дел. Радуешься? Чему тут радоваться? За кого ты меня принимаешь? Что тебе нужно? Чтобы я помогла его поймать? Ну, вообще-то, если ты знаешь его местоположение, ты должна сообщить в полицию. Не знаю. И знать не хочу. Уходи. Вера. Ты что, оглох? Убирайся, я сказала. Зря ты так. 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 Жиза, я все слышу. Замолчи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы? Да. Заходите, а то холодно. Заходите. Выглядите ужасно. Что-то случилось? Случилось. Голова раскалывается. Пойдемте. Снимаем пиджак. Закатываем в левый рукав. Садитесь вот тут. Так. Давайте руку. Руку расслабьте. Вот так. Антон оказался преступником. Помолчите. Сто восемьдесят на сто. Вы с ума сошли. Так. Так. А Вера как? А Вера закрылась в комнате и ничего не хочет слышать. Возьмите. Запейте. Ой, господи. Может мне с ней поговорить? Нет. Не надо. У тебя есть дорожная сумка? Есть. А мы что, уже на «ты»? у тебя есть десять минут. Мы с Джесси ждем тебя на улице. Джесси, за мной. Пойдем, пойдем. Сейчас. Возьмите. Ах, блин. Здравия желаю, товарищ майор. Ну, что здесь? Два часа назад патрульные заметили четырех подозрительных мужчин возле Центрального банка. У одного была подозрительная сумка. Ну, а те, увидев полицейских, сразу же сели в две машины и рванули с места. Ясно. Здорово, Максим Максимович. Здрасте. Дальше. Дальше патрульный начал их преследовать. Сообщили постовым. Одна машина сразу оторвалась. За второй ребята вцепились намертво. Ну, машина ехала очень быстро. На приказ остановиться водитель не реагировал. Понятно. Дали предупредительный. Он два раза в ответ выстрелил. Ну, его ответным огнем и… На. Максим, Максим, чем порадуете? Порадовать, Игорек, пока что нечем. Видишь, пепелище. Да и некем. Уголек. Чернее черного. Ничего себе. Понятно. Машина наверняка в угоне. Поэтому установить личность будет трудно. Но расстраиваться пока что не надо. Я тут накопал кое-чего. Посмотри на вот это. Барскоп. На. Вот еще. Шуруповерт. Шуруповерт. Ну и вот. Отмычки. Все по классике. Фомка. Есть. Сам ты отмычка. Ну, Игореш. И главное. Вот. Раритет. Раритет. Сейчас. А, Игорёша, я думаю… Сейчас. Товарищ генерал. Слушаю. Это Шведов. Простите за поздний звонок. Я на выезде. Тут машина сгоревшая. В машине найден труп, тоже обгорелый. При трупе инструменты. Фрагменты бароскопа. Фомка. Отмычки. Шурповёрт. Для ночного звонка это всё? Нет. Ещё часы реверитетные. Думаю, это Антон Забилин. Точно такие же были у него, когда он приезжал к вам на дачу. Понял тебя, майор. Ты пока не лезь. Хорошо. Я в вере сам скажу вам. Да. До свидания. Вера Сергеевна, а это Карочка Мироновой. Если честно, достала она уже всех своей Индии, своими Буддами. Всё деление заставляет медитировать. Может, выписывать её же пора. Да. А с Муркина шестой палаты сегодня в себя пришёл. Ещё одна такая операция, и я труп. Катюш, сделай мне чай, пожалуйста. Да. Я у главврача сушки вытребовала и чай импортный. Татьяна Ивановна, как вы любите, с бергамотом. О, вскипел. Вера. Катя. Вер. Может, хватит жить на даче? Если тебе неприятно, что я к вам переехала, я могу вернуться к тебе. Просто, Серёжа, твой папа так решил. Я рада, правда? Спасибо. Вертов нельзя. Уже месяц прошёл, а ты всё убиваешься. Я понимаю, любого человека жаль. Тем более, он так страшно погиб. Но он же обманывал тебя, брал тебе прямо в глаза. А ты убиваешься так, будто он был святым, а не бандитом. А, нет. Ага... Ага. Ага… Татьяна Ивановна. До завтра. Папе, привет. До свидания, Татьяна Ивановна. До завтра. Папе, привет. Поговорили. Папе, привет. Папе, привет. Хотел соврать, но не умею. Смуркин сегодня пришёл в себя. Сегодня перевозим его к себе. Думал, может кто-то из его дружков появится. Ясно. Выглядишь уставшим. Да, есть немного. Угу. Ладно. Я пойду. Вера, я ведь чувствую, что с тобой сейчас происходит. Чувствую. Поэтому не буду ни о чём просить и уговаривать. Я просто хочу, чтобы ты знала, я тебя люблю очень. Хочу, чтобы мы всегда были вместе. Слышишь? Я сделаю всё, чтобы было именно так. Слышишь, Вера? Слышу. Слышу. КОНЕЦ Шведов. Просыпайся. Шведов, просыпайся. Шведов. Завтрак готов. Прекрати, ты меня задушишь. Не отпущу. Прекрати. Татьяна Ивановна меня каждое утро спасает. По родственному. Логично. На этот раз у тебя будет веское оправдание. Скажешь, муж уезжает в командировку на целых три дня. Это целая вечность. Для меня, да. Шведов. Отпусти. 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 Ладно, беги. В пятницу вернусь. Хорошо. Пока. Ну, Игорь, ну, пожалуйста. Шведов. Пока. Ну, отпусти меня. И прекрати на меня так смотреть. А то ты не поедешь в командировку. Пока. Буду скучать. Я буду скучать. Тихо, 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 тихо. Тихо. Да, это я. Тихо. Я, я. Сейчас руку уберу. Ты только не кричи, пожалуйста. Хорошо? Не будешь? Точно? Да. Все, все, все. Все. Ты же Паким. Как видишь, нет? Почему ты здесь? Слушай, давайте я потом все объясню. Хорошо? Нет, сейчас. Я к тебе приехал. За мною гонятся. Мне очень нужна твоя помощь. Слышишь? Очень. Я сейчас. Я, я, я сейчас. Я сейчас поверну за угол. Ты пересядешь в багажник. А потом поговорим. Да, хорошо. Я, как погребенный изожжу. Можешь помолчать. У меня клаустрофобия, Вер. Патруль! Машины, которые сейчас будут выезжать, будем проверять. Я прошу. Здравия желаю. Добрый день. Предъявите, пожалуйста, документы. Я что-то нарушила? Нет. А зачем документы? Мы ищем преступника. А я тут при чем? Дело в том, что свидетели сказали, что на территории больницы забежал мужчина. И запрыгнул в белую машину. Вы позволите осмотреть вашу машину? Нет, не позволю. У меня никого нет. Тогда почему возражаете? Не люблю несправедливости. Вы хотите, чтобы мы вас задержали и вернулись по остановлению на октябрь? Ну и почему молчим? Жду с нетерпением. И заодно зайдите в кабинет моего мужа. Майор Шведов. Скажите, что хотите обыскать машину его жены и, может быть, квартиру заодно. Я не могу. Я не могу. Готовьте... Готовьте... Тихо... Готово. Готово. Дорогой, ты вовремя. Меня патруль остановил. Ты что-то нарушила? Нет, ничего не нарушила. Просто забыла карточку больного дома. Возвращалась, а на выезде из больницы патруль. Кого-то ищут. А в чем проблема? Попросили показать документы и открыть багажник. Так предъяви ей, покажи багажник. Да, так и сделаю. Ты уже на вокзале? Позвонил чего? Просто позвонил сказать, что люблю тебя. Целую. Береги себя. Пока. И я тебя. Муж просил вас перезвонить ему. Вы запишите его номер. И заодно запишите телефон моего отца. Генерал Королев. Запишите. Запишите. Нет. Спасибо. Всего доброго. Поразводилось тут всякого. Как ни генерал, так губернатор. Нам-то что? Ну преступника искать надо. Кажется. Присоточник. Смотрите. Попалил. Попалил. Да мы по-глупому у банка спалились. Я с Серым обычно езжу, я вечер к нему в машину бросил, а он говорит, что по дороге еще заехать должен куда-то. Ну я к парням сел. К парням. Ну а его, видимо, менты по дороге взяли. Короче, спалился он. А часы у него откуда? Вера, так я их разбил тогда, помнишь, на вечеринке у вас. А у него друган часовщик отменный. Ну все просто в общем. А где ты был все это время? В Минске у друга. Меня менты не поймали, пришлось уехать. А здесь ты давно? Сегодня приехал, сразу к тебе. Вшел по дороге, а навстречу менты, в общем, очнулся гим. Но приехал ты не за меня. Только не ври мне, пожалуйста. Я не вру, Вера, из-за тебя. Зачем? Что вместе уехать? Только сначала мне общак нужно, которому ювелирки взяли. Между пацанами раздеребанить, понимаешь? Ну и где этот общак? Не придумал еще? Мы его все распрятали. Старушки. Ну старые мельницы. Привалили деревьями. Знаешь, недалеко здесь где-то, два километа от оврага большого. Так надо забрать этот общак и отдать полиции. Да нельзя полиции, ты не понимаешь, что ли? У меня тогда на зоне, а может, еще раньше на этапе порешат. Попал я в общем. Между своими и ментами, ясно? Выход один найти эту сумку и пацанам вернуть. А ты стала бы за следопыт этого вышла? Стало быть. Ясненько. А что так легко меня в квартиру выпустила, а? Он в командировке. Прекрати. Мне не нравится ни твой тон, ни твой сленг. И вообще ты слишком много врал, чтобы сейчас предъявлять претензии. Ну все, 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 прости, прости. Прекрати. Я на работу. Вернусь с работы вечером. Перевезу тебя отсюда. В лес поедем? Ни в какой лес мы не поедем. Татьяна Ивановна с папой в городе, так что поедем на дачу. Еда в холодильнике. Пока. Счастливо. Пассажир Козлодин. Подойдите к справочному номеру. Пассажир. Провожающий Е на выход. Отправление через пять минут. Внимание. Поезд номер 130. Принимает на второй кмасс. Мужчина, вы куда? Мы думали ехать. Какие все нервные. Продолжение следует... Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА